Председателем общественного совета выбран заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. Он курирует в городе санаторно-курортную сферу. В составе же самого совета руководители лидирующих отелей, санаториев и здравниц. В таком формате уверены, в мэрии курорта власть сможет своевременно реагировать на все перемены и нововведения отрасли, а также проблемы в сфере туризма. Уже проработан проект постановления главы города Сочи. В рамках этого проекта прописан положение об общественном совете, его функции. Я думаю, все актуально наболевшие проблемы у каждого, они должны выноситься и обсуждаться именно здесь. Мы такой некий совет, жизненные, важные, личные вопросы, которые могут помочь члены совета и председатель, пожалуйста, милости просим. Мы с вами должны вместе, как говорится, грести в одной лодке. На повестке дня первого заседания общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса, введение курортного сбора, незаконная торговля на набережных и пляжах, а также такая актуальная для курорта тема, как сезонная занятость. Общественный совет принял решение создать в Сочи базу персонала, а также организовать курсы подготовки. Программу обучения тут же предложил Сочинский госуниверситет. На общественные советы мы будем приглашать представителей наших служб, которые ответственны за то или иное направление, которые могли бы прокомментировать те сложности, которые возникают у руководителей санаторно-курортных организаций. Намеренно мы проводим этот совет в формате чаепития, для того, чтобы люди могли выразить свои эмоции и донести до нас свои проблемы. Она назрела, это необходимость, потому что когда есть общественное мнение, когда санаторно-курортные организации выражают свою позицию, мы их слушаем и сможем своевременно реагировать на те недостатки, которые, может быть, порой мы не замечаем. Вступить в общественный совет могут все желающие. Собираться же эксперты за круглым столом будут один раз в квартал.